В Пермском крае ищут специалистов, которые будут отслеживать экстремистские высказывания в СМИ и социальных сетях. Соответствующая госзакупка стоимостью 2 миллиона рублей объявлена Министерством территориальной безопасности Пермского края. Кого и по каким критериям будут отслеживать в интернете, мы сегодня поговорим с Игорем Гончаровым, заместителем министра территориальной безопасности Пермского края. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему возникла идея по поиску специалистов, которые будут отслеживать экстремистские высказывания в СМИ и социальных сетях? Идея не новая. Мы этим занимаемся с 2017 года. Дело в том, что в федеральном законодательстве произошли изменения, которые установили ряд ответственностей за высказывания экстремистского и террористического характера. Соответственно, увеличилась правовая практика рассмотрения этих дел. И в соответствии с полномочиями, которые есть у правительства Пермского края в рамках антитеррористической деятельности, было принято решение о том, чтобы такую услугу по лингоэкспертизам информационных материалов оказывать и предоставлять их по запросам правоохранительных органов. Кто эти специалисты, которые будут отслеживать те высказывания, которые указаны в том числе в госзакупке? Филологи, еще кто-то? Нет. По сути дела, конечно, и филологи тоже, но это должны быть специалисты, которые имеют соответствующее образование и соответствующий профессиональный опыт, и чьи выводы могут рассматриваться в рамках рассмотрения в правовом поле, в рамках рассмотрения административного производства, уголовного производства. То есть это не просто человек, который может дать заключение, а это соответствующий специалист, навыки которого подтверждены дипломом и его профессиональной деятельностью. Ну, пример можете привести? Лингвист все-таки это? Ну, да, да, лингвист и, наверное, и тот, особенно у которого есть опыт составления соответствующих заключений, соответствующих выводов. Ну, это называется заключение специалистов. Вы сказали, правовая практика выросла, вот, в том числе и по этой теме. Вы действительно отследили, что вот подобных дел стало больше или, может быть, случаев, когда... Ну, этим занимаются правоохранители, они действительно фиксируют, что им приходится рассматривать больше таких материалов, ну, раз расширилось правовое поле, и, соответственно, у них и выросла потребность такой, ну, в получении такой услуги. Поэтому и было обращение в наш адрес, и правительство нашло возможность такую услугу организовать. А вот каков механизм, вот, поиска такой информации будет в интернете? Каким образом это будет происходить физически? Ну, это, скорее, вопрос будет коллегами из правоохранительных органов, потому что наша задача – организовать предоставление услуги, найти специалистов и провести анализ той информации, которая имеется у правоохранителей. Методику поиска информации – это, в общем, прерогатива правоохранителей, не наша. Но, тем не менее, вы сказали анализ информации. Конечно. А с вашей стороны каким образом это будет происходить? С нашей стороны это только возможность специалистам провести анализ информации. Саму информацию добывают правоохранители. А где вот эта грань? Каким образом будет понимание, что вот это экстремистское высказывание, вот это нет? Например, условно говоря, человек написал «я за сменяемость власти». Ну, условно говоря. Вот вы каким образом будете принимать решение? Мы решение не принимаем. Решение принимается в правовом поле на основании заключения специалиста или эксперта. Эксперт, обладая соответствующими навыками и образованием, рассматривает данный материал, отвечает на те вопросы, которые поставлены правоохранителями и делает вывод, содержится информация или нет. На мой взгляд, это очень правильно, что вся информация, по которой принимаются правовые решения, она оценивается специалистами. Но это, в общем, и закон-то его требует. То есть она будет поступать в прокуратуру, в правоохранители органы и далее в суд, правильно я понимаю? Да. Заключение специалиста, которое мы организовываем, оно будет в рамках рассмотрения материала приниматься решение судом уже. И тем не менее, я все-таки еще раз обращусь к этой теме. Есть ли у вас, как у Министерства территориальной безопасности, понимание, что может потенциально попасть под термин «экстремистские высказывания». Я почему все время про это неоднократно уже спрашиваю, потому что огромное количество пользователей попадает в поле этой деятельности, в том числе и пользователей социальных сетей, которых в Перми достаточно огромное количество. Есть ли у вас такое понимание? Ну, наша задача обеспечить противодействие этим проявлениям. Мы свою задачу решаем путем оказания содействия правоохранительным органам. Заниматься анализом информации, мониторингом социальных сетей, выявлением там этих признаков, у нас такого полномочия нет. Мы только в части экстремизма и терроризма оказываем содействие нашим федеральным правоохранительным органам именно в части предоставления такой услуги. Вот мы же понимаем, что государственные учреждения, каждый занимается строго в рамках определенных полномочий. Наши полномочия оказываются действия. Поиск информации, организация ее рассмотрения, принятие решения, направлять в суд, не направлять в рамках административного производства уголовного. Это все на стороне федеральных органов исполнительной власти. Кто по вашей практике оказывается в поле зрения больше? Все-таки это средства массовой информации или пользователи социальных сетей? Ну, мне сложно судить, потому что мы специально эту практику не анализируем. Я думаю, что и те, и другие. То есть тот, кто допускает такие нарушения, они, собственно, и анализируются. Да, я веду к вопросу о том, сколько подобных случаев, может быть, уголовных, административных, у нас в Прикаме было зарегистрировано, чтобы понимать. Нет, мы специально такую статистику не ведем, поскольку, в общем, немножко это не наша сфера деятельности. Но я когда разговаривал с нашими коллегами, которые занимаются рассмотрением таких дел, Пермский край на уровне Российской Федерации, ну, примерно все на одном уровне находятся. То есть нет какого-то там выделения больше или меньше. Примерно как-то все на одном уровне. Когда начнется эта работа? Я так понимаю, поиск сейчас начался, да? Ну, сейчас, да, в соответствии с условиями закупки мы рассмотрим все заявки, определим победителя и законтрактуемся на выполнение этих работ с окончанием в декабре этого года. То есть у нас это задача этого года. Пользователям социальных сетей уже бояться стоит и аккуратнее высказываться в сети. Я бы просто посоветовал не то чтобы бояться, а быть сдержанными и в своих высказаниях, и в своих комментариях. То есть чтобы вся жизнедеятельность была в правовом поле и не выходила из рамок этого поля. То есть мы говорим про сегмент все-таки Пермского края, условный, да? Потому что интернет понятие широкое, там может быть пользователи откуда угодно, и тем не менее. Да, в соответствии с федеральным законодательством, каждый уполномочен рассматривать вполне конкретные случаи. И я думаю, что наши правоохранители работают по правовым решениям в пермском сегменте. Понятно. Ну, будем надеяться, что наши телезрители после услышанной информации будут так или иначе осторожнее в сети. Тем более, что работа уже будет такая проведена в ближайшее время. Спасибо, что пришли к нам в эфир, пояснили эти важные вопросы. Осторожными надо быть всегда. Да, спасибо.